Друзья, всем привет! Очередной выпуск подкаста про студосень. Олег вернулся, как многие писали в комментариях. Поэтому всем привет. И у нас в гостях крайний член жюри на этой студосени Светлана Тимкина. Здравствуйте. Всем добрый вечер. Здравствуйте, Олег. Смотрите, я буду с вами откровенен. Я без пяти минут магистр, уже за процессами внутри университета не особо сильно слежу. Вы проректор по... С гуманитарной политики та инновации. Ага, чем занимается проректор с гуманитарной политики та инновации? Другими словами, это проректор по вестательной работе, по работе со студентами. Ага, то есть студосень подпадает в этот комплекс задач. Ага, все, хорошо, я понял. И такой еще вопрос. Вы давно в университете? Очень давно. Я поступила в университет в 1993 году. А, вы еще и наш выпускник. Да, я студентка факультета... Или я ваш выпускник. Я студентка факультета аэропортов знатного, который сейчас называется факультет архитектуры, строительства и дизайна. С какой-то степени мне очень жаль, я бы хотела, чтобы вернулось старое название, потому что это все-таки традиция, это определенный бренд нашего факультета. Я думаю, что действующий декант услышит пожелания всех выпускников, все-таки вернет авиационное название факультету в авиационном университете. Нет, но команда ФАБД, они до последнего держали эту историю. ФАБ есть ФАБ, даже когда их уже переименовали. Но это многие команды, никто не отказывался. Это сейчас, вот уже после перерыва, вот условно, мы до победного, уже даже когда нас переименовали факультет международных отношений, мы до победного всегда говорим, мы ему, мы начинали ему, мы играем ему. Да, да, я знаю, ребята выступали, крайний концерт, который был Тарасом Аргутом, он был на сцене, они получили третье место на этом фестивале, тогда это, по-моему, 40-й даже был фестиваль, 100 весны, если я не ошибаюсь. В 18-й год это был, если не ошибаюсь. Ну да, где-то так, 40-й плюс-минус. Да, 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 18-й год это был юбилейный фестиваль. Вот, поэтому мне, конечно, это очень ценно, хотя они в свою степень расстроились из-за того, что получили третье место, но я была за них очень рада. Это была тогда сильная команда, и поэтому мне очень жаль, что они не участвуют именно в этом фестивале. Потому что я была три года у них замдекана. Вот, поэтому, да, карьерный рост мой здесь начался с троп студентов, скажем так, и постепенно-постепенно закончила тоже магистратуру, то, что предстоит Олегу в этом году. Да, пять минут, пять минут, и я магистр. Вот, и постепенно закончила аспирантуру, вот, двигалась, как бы занималась преподавательской деятельностью, чем и сейчас занимаюсь. Ну, и так сложились обстоятельства, что с февраля месяца занимаю должность проректора. Ага, вот мне интересно, вы из 93-го выходили, вы смотрели с ту двесну, вот ту старую, про которую говорят? Я попала вот на крайний концерт, когда выступали знатный Живчик и Алексей Шубин. Как раз, если я не ошибаюсь, я вернулась то ли с декрета второго своего, то ли как-то так, что попала на их крайнюю студу весну, когда они прощались. Были вот те эмоции, которые мне очень ценные, когда ребята, да, вот, те слёзы прощальные, когда они понимают, что они покидают сцены нау. И вот действительно те эмоции, которые пережить или передать, или сыграть невозможно. Это действительно то, что искренне с их стороны. Потому что именно тогда, в 2018 году, такие же эмоции я видела у своих ребят, когда они заканчивали четвёртый курс, многие не собирались поступать на пятый, и они прощались с университетом, потому что многие из того выпуска даже уехали учиться за границу. Не, ну да, это великолепная традиция прощаться. Да и, ну, справедливости ради, студ весна многим дала, даже не в плане какого-то там сценического. Не все же на сцену в итоге пошли. Ну вот, например, вот 2018 год, тот же концерт ФАПа, там и Андрей Соколов выступал, но он из ЭДСа к ним пришёл, и Тарас, и, насколько я знаю, все потом ушли куда-то в рекламные, креативные агентства. Ну, то есть в плане творчества ребята дальше работают и развиваются. Вы знаете, Олег, за время моей работы преподавателем в университете и будучи наставником какой-то группы, то из тут весенчика могу назвать, что куратором была у Алексея Малышка, который сейчас продвигает как бы активно какие-то свои деятельности в Фейсбуке, слежу за ним. Тот же Олег Прозоров, который пишет сценарий, которого часто хвалит Дима Сирков. То есть, ну, ребята, с которыми действительно я провела определённый этап своей жизни, за что я ему очень благодарна. Возможно, эта должность, которой сейчас я занимаюсь, я её проживаю. В какой-то степени даже мои дети, которых у меня двое, очень часто меня ревнуют к студентам и говорят, мама, ну ты студента больше любишь, чем нас. Потому что за каждого из вас, студентов, я переживаю по-своему, по-матерински. Мне ценно, как бы, чтобы с вами ничего не случилось, ничего не произошло, и всё было только наилучшим образом. Поэтому если сегодня этот праздник удался хотя бы на 80%, это супер. А если он удался на 100%, то это вообще хорошо. Ну, это великолепно. Очень классно, когда есть такие люди на факультете. Вот у нас есть Жанна Александровна и Влашкина тоже всегда за студентов топят. Её любимая история, когда вот я прихожу домой, и мне мужа говорит, «Жанна, ну хватит уже, давай дома посидишь». Она говорит, ну как я не могу их оставить? Это же классно в целом, когда есть такие люди на факультете, с кем можно вот так вот поработать, пообщаться. Да, она подошла на сцене сегодня, я её поздравила с третьим местом вашей команды, пожелала удачи в апреле на студовесне. Ребята действительно очень сильная команда. Это как бы сегодня на «Джокере» показали весь какой-то запал, которого, возможно, им немножко не хватило именно на их основном выступлении. И две команды, которые заняли первое и второе место, я думаю, что тоже большие шансы у всех на студовесне раскрыться по-новому, по-другому. Учтут те ошибки, и молодцы те капитаны, которые действительно посещали тот песочек, который проводили члены жюри и слушали те замечания, которые... Пожелания. Не замечания, а пожелания, которые мы высказывали со своей стороны. Вот те, кто к ним прислушался, оно сразу в следующих выступлениях было, отслеживалось, как это всё выстраивалось совсем по-другому. Ну да. Ну вот даже лично мои какие-то внутренние ощущения, я вот просто вспоминаю открытие, визитки. И вот сегодня «Джокер», ну, каждая команда качественно выросла в плане каких-то непростых. Мы вышли, э-э-э-э, номера какие-то, миниатюры. В плане уже есть какой-то интересный ход, интересные там образы. Как-то ярко все сделали. Ну, справедливости ради. Все же выступления сегодня такие были. Да, да. Кто-то учёл это в декорациях, кто-то учёл это в каких-то образах, в плане костюмов как-то это проявил. Действительно, каждый учёл какие-то определённые пожелания, и сегодня каждая команда показала то, что им ценны, хотя бы наши рекомендации, они к ним прислушиваются. Это немаловажно для нас, как членов жюри. Хорошо, тогда давайте, может, поговорим, в общем, о таком явлении, как Студосень. Давайте. Опять же таки, буду честен. Я в самом начале пути был слегка скептически настроен, потому что половины команд нет. Как это так, что играют только половины команд? Почему бы не сделать там кубок юмора полноценный? Потому что туда придут заинтересованные люди, а не просто там набор людей, которые будут выступать. Ну и, знаете, чисто моё личное. Хочу, чтобы привели кубок юмора, а то я уже два года действующий чемпион, и никто как бы даже не пытается. Но это такое дело. Как вам в целом от этого мероприятия? Вот от А до Я. В целом мне очень понравилось. Честно скажу, в членах жюри я впервые. Как зритель я присутствовала на многих Студвёснах, но я очень пожалела сейчас, как бы пробыв все семь концертов об одном. Я всегда была на галоконцертах. Это открытие и закрытие и концерт своего факультета. Но по каким-то разным причинам, а я думаю, каким-то разным отговоркам, которые я себе придумывала, я не посещала другие факультеты. Хотя на сегодняшний момент, возможно, я бы поняла, насколько команды выросли или остановились на том же уровне. Поэтому я рада, что нашлись те пять команд, которые набрались смелости, да, и всё-таки нестандартной ситуации, что это не Студвесна, а Студвосень, всё-таки проявили свои таланты, собрались, поставили такие шикарные номера, сделали такие шикарные программы и вышли для общего обозрения, и показали, что да, в НАУ традиции ценятся, что мы их возрождаем, мы возвращаемся к своему любимому фестивалю. Потому что многие члены жюри говорили, что такого, к сожалению, больше нигде нет развития такой студенческой творчести, как в нашем университете. Поэтому однозначно со своей стороны я буду всячески это поддерживать, доносить эту информацию до руководства, чтобы мы это развивали, поддерживали. И только желаю ребятам успехов, развития в этом всём, и только роста, роста и роста. Ну это круто, чего и я им желаю. Хотел обсудить такой момент. Возможно, сейчас пока творчество чуть-чуть в сторону, вот просто на самом деле, я впервые так общаюсь с человеком из администрации, по поводу технических аспектов. Очень многим командам нужна помощь, в плане не то, что нужна помощь, вот и даже в этом году столкнулись, вот у меня спрашивают старше, а куда нам писаты подо дня на РСУ? Мы не понимаем, кому его нести, кому обращаться. Как у нас вообще сейчас работает структура коммуникации с администрацией? Я знаю, что за последние года четыре, может года два последних даже, скажем так, скорее всего, что эта ситуация наступила после несостоявшегося Кубка Ректора, если я правильно помню, два года тому назад или три? Это в 2018 году, это был октябрь 2018 года, когда мы уже все стояли в зале. Да, три года тому назад. Я думаю, что вот с этого момента замдеканы, которыми я на тот момент являлась, стали такой, знаете, как бы стеной между администрацией и студентами и всячески пытались сдержать эмоции студенческие и объяснить, что в жизни бывают разные обстоятельства, но как-то объяснить хотя бы тот аспект, как это все произошло. И думаю, что в тот момент произошел какой-то раскол, отсутствие коммуникации между администрацией и студентами, и студенты перестали администрации доверять. Отдел, который находится в моем подчинении, отдел по работе со студентами, честно, как бы само название мне не очень нравится, но зато он четко как бы вроде бы дает понять, чем мы занимаемся и что мы действительно работаем как бы со студентами. Поэтому со своей стороны я пытаюсь сейчас создать команду, в которой будут молодые. Пусть это будут даже студенты старших курсов, на которые будут проживать вот тот интерес, которым живут студенты, и они будут понимать, что это интересно в Инстаграме и вести определенные, скажем так, странички, в которых будут вопросы-ответы. Вот то, что вы сейчас, Олег, говорите, что вот бывают вопросы, которые студенты не знают даже, кому их задать. На сегодняшний момент все студенты, в принципе, которые были у меня в 227, они знают, что точно так же, как и в 3-220, где я была замдекана, у меня кабинет открыт, я всегда нахожу время с ними пообщаться, поговорить, подсказать что-то. И даже потеряшка первого курса, забывший, где такой отдел соцзахиста у нас в университете, я возьму за руку, спокойно отведу, покажу и расскажу. Я понимаю, что это человек, который попал с другого города, во-первых, в чужой город, и который попал в стену университета, которые ему неизвестны. Поэтому ребятам нужно не бояться, нужно прийти и просто спросить. Это я человек, который поставлен на эту должность для того, чтобы с ними коммуницировать и давать им подсказки. Во-вторых, у них есть глава студрада, которым сейчас является Володя Подерин. Он ведёт великолепные, я видела, чаты всевозможные, в телеграм-канале, где они могут задать вопрос. И, в принципе, коммуникация с Володей у меня есть. Если он не знает ответа, он со мной списывается, я даю какой-то комментарий. Если я по какой-то причине не знаю ответа, я подскажу, с кем ему нужно связаться, чтобы этот ответ получить. Поэтому на сегодняшний момент я не вижу проблемы в том, чтобы студенты получили ответ на любой интересующий их вопрос. То есть и проректор по учёбе Анатолий Васильевич Полухин, и проректор по науке Романенко Евгений Александрович. Все открыты для общения со студентами по тем направлениям, за которым мы отвечаем. Поэтому просто не бойтесь, приходите к нам, и мы с удовольствием дадим ответы на те вопросы, которые вас интересуют. Это очень классно. Я просто к чему его задаю. Просто раньше, вот ещё когда я там активно в ТОСе, в студвесне участвовал, была как? Была глава ТОСы, Анастасия Соловьёва. Училась такая. Вот она вела всю эту коммуникацию с администрацией. Она там знала, что к чему. Если у нас был какой-то вопрос, мы шли к Насте, Настя, вот это туда, это туда, и всё как-то решалось. А потом Настя ушла, и как-то так вышло, ну непонятно, что вот есть там другой глава ТОСы, был кто там один, второй, спрашивает, а где нам подо дня на РСУ? А мы не знаем. То есть получается, можно напрямую в администрацию идти и спрашивать. Да, конечно. Я же говорю, студентам я жду с удовольствием в любое, скажем так, в рабочее время. Не только в рабочее, у них есть мой номер телефона, они пишут мне и в Телеграме, и в Вайбере, где им удобно. Можете в WhatsApp, любой как бы месседж, какой вам подходит. Я стараюсь найти время, как бы ответить. Не всегда это получается как бы быстро и вовремя в связи с занятостью, но я нахожу минутку для каждого и даю ответ. Понятно, когда у них будет человек, который будет в коммуникации, на сегодняшний момент, допустим, Богдан. Мы тоже пытались, многие глава ТОСа, мы тоже с ним пытались как бы решить многие вопросы, вот даже по фестивалю, там слава, наверное, АТО, АТО, АТО. Как бы пытались это всё коммуницировать очень быстро. И спасибо большое Игорю Юрьевичу, который тоже подключился. Я же говорю, я именно на руководящей должности такой буквально недавно, с февраля, поэтому мне точно так же как студентам в каких-то моментах нужны подсказки, но в принципе, пройдя путь от студента до такой должности, многие моменты в НАУ, конечно же, знают. Конечно, структуру понимают. Да, да, поэтому не бойтесь, главное, не задавать вопросы, приходите просто общаться. Те, кто готовился в осень, они знают, что я их жду, есть чай, печенюшки, я всегда их угощаю, я всегда готова к их приходу, если они меня об этом предупреждают заранее, поэтому всё нормально. И я думаю, что всё изменится, буквально пару лет, и всё поменяется, просто нужно дать время к перестрою, просто все хотят изменений сейчас и в сию минуту, так не бывает. Всё строится всё равно постепенно. Маленькими шагами, но мы придём к очень хорошему результату. О, это кайф, это очень круто. Ну что, давайте по сегодняшним выступлениям поговорим. Открывали экономы. Феба. Да. Как вам? Мне очень понравилось, что они сделали итог своего выступления. Как бы те люди, которые отсутствовали на их концерте, они, в принципе, какими-то маленькими кусочками смогли себе представить. Во-первых, они пустили ролик, в котором были кусочки их выступлений, и то, что они ложили каждый предмет в эту капсулу, тоже немножко прокомментировали, что же происходило на сцене. В целом, они для меня на «Джокер» выросли по сравнению с тем, как это было на их выступлении, потому что они были первые. Я понимаю, что у них было меньше всего времени на подготовку, тем более у них было меньшее общение с членами жюри, которые давали на песочке хорошие рекомендации. Поэтому ребята выросли. Им за это спасибо, что они слушают, прислушиваются и делают соответствующие выводы. А чисто такой вопрос от меня. Вы знаете Андрея Чёлока? Нет. Нет. Расскажу, почему сегодня зал так бурно реагировал. Андрей, это, знаете, самый дружный парень в НАУ. Он со всеми знакомился, он со всеми дружил. Лично моё знакомство с ним произошло так. Я просто стоял, он подходит, привет, Олег, как дела? Как будто мы уже знакомы. И вот, поэтому сегодня это так работало. Он местная легенда тут в НАУ, в тусовочных руках. Я почему-то, когда он вышел на сцену, услышала среди членов жюри фамилию Александра Резника. Поэтому у меня возник вопрос, как это связано. Ну, да ладно, я спрашиваю об этом потом, потому что с Александром мы знакомы, он выпускник нашего факультета и даже был моим когда-то студентом. Поэтому имели место знакомства. Ну, конечно. Ставь лайк, если помнишь Александра Резника. Хорошо. Вторые международники были. Да. Ой, они поразили вообще. Сначала я думала, что так всё грустно. Они-то как-то с песни такой грустной начали. И тут вышел молодой человек. Как зовут молодого человека? Даня. Даня. С Даней мы не познакомились, как зовут молодого человека, хотя я пытаюсь всегда студентов спросить, как тебя зовут, когда с ними вижусь первый раз. Но здесь произошла такая сцена. Мы вчера с Игорем Юрьевичем оговаривали последние, скажем так, моменты, уже гала концерта. Я была у него в кабинете. Открывается дверь, заходит Даня и такой, Игорь Юрьевич, вы нам нужны... Ну, ладно. И он видит, что сижу я. Я понимаю, что они хотят... Ну, мы тут вообще-то сюрприз, но всё уже не сюрприз, потому что здесь Светлана Юрьевна. Ну, я говорю так, Даня, меня здесь вообще не было, я ничего не слышала, поэтому спокойно готовьтесь, как бы интрига сохранена. Они молодцы, разогнали потом как бы своё начало. Мне в целом всё очень понравилось. Умнички. Правильно сказала Даша, когда вручала им грамоту и нику, потому что, ну, к сожалению, мест всего три. Одно третье, одно второе, одно первое. Если бы мы могли дать всем первое место, понятно, что все три команды получили бы первое место. Они все молодцы. Поэтому сегодня шикарное выступление. И тоже по сравнению с выступлением как бы на их основном концерте, они тоже значительно выросли. Я просто так подумал, когда смотрел «Джокер», я не ожидал. Ну, такого же, опять же таки, вот это всё общее скептическое настроение. Ну, и тоже мои. У меня какие-то завышенные ожидания к своим. Я смотрю такой, боже, так это классно! Это же так классно! Я говорю, ребят, я захожу за колюзерами, хотите, я с вами вместе на поклонку выйду? Я с ними выходил потом в конце выступления. Ну да, качественно выросли. Это заметно. Понима Даня был на концерте у нас в 19-м году. Он тогда был первый курс. Сейчас получается третий. Третий, да. Первый курс. Это было что-то. Просто он сходу ворвался и очень классно выступал у нас. Просто касательно того, что они пытались пошутить про меня, а потом переключились на Дашу, мы им сказали, когда был песочек, и я подозревала, что всё-таки на «Джокере» они каким-то образом это обыграют, чего и дождались. Не, ну это круто, что они учитывают ошибки. Я обрабатываю такую всю информацию. Причём мы перед началом «Джокера» как-то проговорили такой момент в ремёрке, что каждая команда, возможно, поняла, что каждому из членов жюри нужно при всех этих обсуждениях, особенно тех, кто присутствовали на всех общениях с нами. И вот многие команды действительно меня поразили тем, что они попытались найти подход к каждому члену жюри. В ролике, в какой-то шутке, в каком-то знаке внимания, ещё в чём-то умничке. Нет, молодцы. Нет, ну это классно, потому что действительно это извечные споры с тут весны, потому что один член жюри говорит, вот у вас такой классный концерт, мне всё понравилось. Второй же начинает. Там же в этой системе поэтому и вырезается самый высокий балл и самый низкий балл, чтобы какое-то усреднённое мнение было, чтобы не было такого, что там подсуживают и занижают. Но я хочу приоткрыть немножко за кулиси. Вот честно, даже для меня, как члена жюри, вот была очень поразительная одна вещь. Так все яро высказывались и высказывались, там такие плохие. И сегодня, когда мы сносим оценки, всё-таки оценки хорошие, хорошие, хорошие. Так, почему так? Я всё честно сказала, я оценки честно поставила. А тут все так честно, нечестно как бы высказывались, а оценки поставили хорошие. Нет, но мои оценки были такие, как и мои высказывания. То есть, меня мои студенты предупредили, Светлана Юрьевна, сильно больших не ставьте, потому что вырежут, и сильно низких не ставьте, потому что тоже вырежут. Ставьте хорошую усреднённую. Я говорю, хорошо, я вас услышу. Это же раньше ходила эта история, что побеждает там не самый лучший, не самый мощный, хороший, ровный концерт. Тут, возможно, не самая лучшая первая часть, не самая лучшая вторая. Но в целом, хороший, ровный, вот он концерт и победит. И вот тоже извечно вот эта история. Одному нравится то, другому нравится это. И всегда как бы команды стараются стрелять так, чтобы вот и этому понравилось, и этому, и этому. Я просто помню, что условно у меня там на первом курсе мне доверили роль конферанца на концерте. И я там почти в каждом выходе для этого шуточку, для этого шуточку. Но она так работает в целом, на атмосферу хорошо. Кто у нас был третий? ФТМЛ. Да, по-моему, да, ФТМЛ. Да, ФТМЛ, к сожалению, это концерт, который я вынуждена была пропустить по ряду причин. Я смотрела их в записи, но как бы оценки мои, когда мы сегодня выставляли, совпали с оценками членов жюри, которые поставили. Касательно этой команды. Ребята все талантливые. Мне кажется, что им немножко не хватает вот этих старичков, которые их направят, вот подскажут немного буквально, и направят вот всю их энергию в правильное какое-то русло. Потому что задумки хорошие, но вот им чуть-чуть чего-то не хватает. Вот чуть-чуть. Вот вроде-вроде ждёшь какой-то интриги, а потом вот раз, и как бы буквально чуть-чуть и не хватило. Поэтому я им желаю как бы всё-таки созвать своих мощных старичков, которые им помогут. А вообще, в принципе, те члены жюри, которые сами были студвещенщиками, все предлагают свою помощь. Поэтому тоже, как бы чаще всего ошибка наша человеческая, мы боимся попросить. А есть хорошая поговорка «за спрос не бьют», да? Нужно попробовать подойти и попросить. И, возможно, эта помощь вам откликнется, и вам её дадут. Поэтому нужно просто попросить. Поэтому обращайтесь к членам жюри, которые вам сейчас, даже на студосени, обещали свою помощь, свои подсказки и так дальше. И те ребята, которые старше приезжали и говорили, да, мы согласны, только скажите, что вам эта помощь нужна. Никто не телепат. Догадаться о том, что она вам нужна, не могут. Поэтому ребятам желаю развития только именно команде ФТМЛ, хороших консультаций. И, поверьте, всё у них получится, они вырастут, ну, вообще просто колоссально. Не, ну, тоже, что по ним прям видно было. Просто вспоминаю визитку, где был просто набор номеров, и тут прям сказка, вход, оформили, прям костюмы. Мне очень понравилось, как это визуально всё. Флеший такой шикарный. Да, как это вот, пришили эти красивые такие ёлочки. И сегодня снежок у нас на улице. И вообще так захотелось в лес снежный. Молодцы. Мне очень смешно было, когда они говорят, и выпал снег, поворачивают деревья белой стороной, а ёлку не повернули. Да, ну, это же правильно. Зимой, летом одним цветом. Да, после ФТМЛ были ФЛСК, ГМИ. Да, ФЛСК. Честно, вот эта та команда, после их концерта, первой части я вышла, у меня болели скулы, это их концерт, который вот именно был, их выступление именно командное. И они до момента выступления, как бы, КПИ были у меня одни из фаворитов, как бы на фестивале. И, в принципе, тот номер, который они сегодня подготовили, тоже говорил о их высоком уровне. Я же говорю, что если бы было первых три места, пожалуйста, пусть бы были все первые места у этих трёх команд, которые так распределились. Разница в баллах, действительно, у них с победителями всего 0,5 десятых. 0,5 десятых? Да. И причём, честно скажу, что до момента Джокера они были лидерами. Они обыграли всё-таки по общему, впечатлению за концерт, обыграли в ФК КПИ. В ФК КПИ, так как мы их сказали тогда на обсуждении, не споймали тот кураж на своём концерте, когда вот нужно было выпустить вокальный номер и завершить концерт, когда и Женя на столе, и Дима на сцене, и Саша танцующий на сцене. И, возможно, вот эти баллы за впечатление общие, они бы подняли намного выше. И вообще мы, Серёжа, с Тепурой, честно, как бы за видеоролик восприняли их ролик в каком-то середине номера про ТикТок. И думали, мы сразу его оценили, а как что? Ролика ещё не было, когда они сказали, а видеоролик ещё там готовится. Серёжа говорит, я уже оценил, я говорю, я тоже. Ну, они бы могли как-то это обыграть и сказать, а видеоролик вы увидите на Джокере, ну, в конце концов, как бы. И это бы всё равно им сыграло бы на руку, потому что много ожиданий как бы от ролика, которого мы ждали, вау, а немножко получили какое-то разочарование. И я им сказала на песке, когда мы общались, что я рада, что вы говорите о том, что вам болит. То есть они там говорили про застройку и так дальше. И как ранее, я знаю, что была цензура и вырезались определённые номера, то я им сказала, не бойтесь шутить, шутите про то, что у вас болит, мы будем понимать, что на это нужно обратить внимание. И в принципе, как бы на это настроена вся администрация. То, что показывает, то, что вас беспокоит как студентов, мы на это должны обратить внимание, это исправить и сделать только лучше. Поэтому ФЛСК молодцы, свой голубь отыграли повторно, немножко другой интерпретации. Умнички. Вокал у Юли сильный, поэтому... Но ФЛСК это сейчас молодая, талантливая команда. Я просто помню, вот старый состав ГМИ, те, которые постарше, я помню, они всегда выходили на классики. Чёрный пиджак, чёрный галстук, они делали чётко, красиво. Тоже в своё время два кубка подряд могли третий получить. А эти, ну вот сравнивать две, это абсолютно другие люди, какие-то малые, они вообще не выглядят как те серьёзные ребята. Но это же тоже в этом есть свой шарм. Ну и получается, ФК КПИ сегодня вырвал свою победу. Вырвал, да. Очень ровное голосование, абсолютно одинаковое у всех членов жюри. Как бы они учли все те замечания, которые пошутили над этими замечаниями, очень удачно полученными рекомендациями, которые им дали. Молодцы. Я понимала, что у них был в какой-то степени потерян немножко кураж, потому что, конечно, пропесочили их очень серьёзно. Ну, они же как бы действующие чемпионы. Да, как чемпионов, действительно, Олег. Их пропесочили как чемпионов. Поэтому серьёзно переживали, чтобы они не потеряли до конца вот этот вот кураж. И мы им сказали, ребята, Джокер, Джокер покажет всё. И хорошо, что они собрались. Я думаю, что очень много зависит в этом от капитана, который их собрал и сказал, боремся до конца. Это тоже очень важно, собраться эмоционально и доиграть игру до конца, до логического, и получить свой заветный кубок. Я им всегда по-доброму завидовал в плане того, что у них большая команда. У них в своё время, по-моему, 60 человек в команде было, если не больше. И там каждый знает, кто за что отвечает. И, по-моему, мы приходили на концерты, смотрели на эти декорации и думали, ну, капец. А мы когда так сделаем? Ну, это самый большой факультет и на сегодняшний момент в университете. У них первого курса только полторы тысячи человек. Полторы тысячи? Это сильно. Это сильно. Я что-то думал меньше. Ну, в общем, и всё. И тогда смотрим с вами с прицелом на этот апрель. Конечно. Что ждёте от апреля? А где коронный вопрос? Так нет, мы ещё к нему придём. Я же ещё хочу вот на будущее. Жду от апреля. Жду новых эмоций. Хочу, чтобы участвовали все факультеты, чтобы всё-таки создались те команды, которые сейчас не вышли на сцену. То есть три команды 100% есть, но они отсутствовали по определённой причине. Хочу, чтобы все ребята обязательно оставались здоровыми, берегли себя и своих близких. Это сейчас очень важно. Ну, и две команды, которые отсеялись у нас, к сожалению, ещё в апреле прошлого года. Это факультет экологической безопасности и факультет архитектуры, чтобы они мобилизировали свои силы. Шикарные были дебюты на этих факультетах в этом году у первокурсников. Есть ребята, которые могут блеснуть своими талантами, поэтому мобилизироваться, найти того капитана-главаря, который создаст эту атмосферу и командный дух и вперёд к студвесне, которая будет в апреле месяце. Ну, это классно. Люблю, когда вперёд к студвесне. Я не знаю, я вот сегодня смотрел, вот это награждение, мне аж самому захотелось вернуться поиграть. Ну, и вот, а теперь мы пришли к коронному вопросу. Вы уже такой путь в НАУ проделали, поэтому спокойно могу его задать. Старик, что по студвесне? Студвесне быть. Студвесне быть, и это кайф, друзья. Я её жду. Мы все её ждём. Друзья, Светлана Юрьевна Тимкина была у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне понравилось. Спасибо. Всё, супер. Динайс, мы записались. Есть. Есть.